Евгений Водолазкин. Лавр. В дедовой избе Арсений любил запах. Он состоял из аромата множества трав, сушившихся под потолком, и такого запаха не было больше нигде. Он любил также павлини и перья, привезенные одним из паломников, и прикрепленные к стене в виде веера. Узор павлиньих перьев удивительно напоминал глаза. Находясь у Христофора, мальчик чувствовал себя некоторым образом под наблюдением. В одной из прогулок Арсений спросил у Христофора, где сейчас пребывает его бабушка. «На небе», — ответил Христофор. В тот день Арсений решил долететь до неба. В этом ему могли помочь только перья павлина, птицы, безусловно, райской. Разделив перья на две части, он крепко привязал их к рукам. В первый раз Арсений не собирался на небо надолго. Он хотел лишь вдохнуть его лазурный воздух и, если получится, наконец увидеть бабушку. Заодно возможно передать ей привет от Христофора. По представлениям Арсений он вполне мог вернуться до ужина. Арсений забрался на крышу, подошел к коньку, взмахнул крыльями и сделал шаг вперед. Полет его был стремителен, но не долг. Христофор ощупал его ногу и понял, что это перелом. Чтобы кость срослась поскорее, он приложил к поврежденному месту пластырь с толченым горохом. Чтобы нога пребывала в покое, он примотал к ней дощечку. Чтобы крепла не только плоть, но и дух Арсения, он повез его в монастырь. Забирали его из лета, выпустили в самый конец осени. И Москва, в которую его выпустили, не была похожа на ту, из которой его забирали. Москва стояла сейчас, как голое ноябрьское дерево. Влажное, темное. Раньше она вся была обросшей яркими вывесками, киосками для торговли чем попала. А теперь усуровила, стряхнула с себя разноцветицу, разделась до гранита. А Илья обожал ее раньше, когда она притворялась сплошным голдящим базаром. Ему казалось, что на этом базаре он сможет купить себе любое будущее. Он приезжал тогда в Москву и своей лобней, электричкой, университет, в клубы, на концерты. И каждый раз воображал себе себя москвичом. Надо было только доучиться, найти работу в центре и снять с друзьями квартиру. В Москве земля была волшебная. Удобренная гормонами роста, ткни в нее свои желания, вырастут. И работа денежная, и модные друзья, и девушки самые красивые. Москва и сама была от себя пьяная, и всех своим хмелем угощала. В ней все было возможно. И от Москвы не убыло бы, если бы Илья отщипнул от ее пухнущего сладкого теста свой кусочек счастья. А сейчас она как будто ему снилась. Она ведь часто снилась ему там, на зоне. Она стала строже и прилизанней, серьезней, официальней. И выглядела от этого по-понедельничному похмельной. Он узнавал ее и не узнавал. Чувствовал себя в ней чужим туристом. Туристом из Соликамска. А еще из прошлого. Он ступал по Москве осторожно, чтобы она от слишком широких взмахов и слишком уверенных шагов и в самом деле не оказалась бы сном и не рассеялась бы. Чтобы не очнуться от нее в масляной серой тюремной хате, в зябкой духоте, среди шконок и тычущихся в тупик жизни, в запахе носков и в вечном страхе ошибиться. Но Москва стояла надежно. Нарине Абгарян. Сборник «С неба упали три яблока». Каждый род Морана имел свое прозвище. Чаще всего оно было смешным и забавным, иногда ироничным, но изредка очень обидным. Зависело название рода от того, какими делами, добрыми или недостойными, отличился человек, прозвище которого впоследствии переходило и на его потомка. Прадед Ясаман, например, по молодости часто гостил у своего двоюродного брата, ведущего артиста одного из академических театров долины. Двоюродный брат водил его на спектакли, знакомил со светской жизнью, учил одеваться. Однажды прадед вернулся из долины в невиданном, можно сказать, вызывающим на взгляд жителей Мора на головном уборе. На расспросы «Что это такое он напялил?» прадед с вызовом отвечал «Шлапко». За это его прозвали Шлапкой, а его потомков — Шлапканц. Что касаемо клички рода Шалваранс, тут была совсем другая история. Дед Аванеса собрался на мировую войну как на праздник. Закрутил усы, надвинул на лоб папаху, обмотался крест-накрест под тронташем, надел новые дорогущие брюки. Правда, до своего полка он так и не доехал. Попал под обстрел. Шальным осколком ему изуродовало ногу ниже колена. Рана оказалась настолько серьезной, что пришлось ампутировать часть ступни, а по окончании лечения демобилизовать его домой. В лазарете Дед Аванеса почему-то убивался не по покалеченной ноге, а по новым брюкам, которые пришлось выкинуть. Шалварс, Шалварс, жаловался он сестрам милосердия и докторам, за что и был прозван Шалваром, а все его потомки стали Шалваранц. В деревне шутили, что Ясаман и Аванес дополняют друг друга как предметы гардероба. Аванес очень любил посмеиваться над женой и часто называл ее не по имени, а просто Шлапканц. Ясаман, конечно же, в долгу не оставалась и тут же припоминала мужу историю его непутевого деда, который умудрился остаться инвалидом, не провоевав ни одной минуты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова